Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас на одном из современных календарей 21 апреля 2016 года четверг, на одном из старинных, 10-й день месяца посева наречений, 7524 лета, третейник. Копное право в настоящее время – такова тема сегодняшнего эфира. Главный сведущий – Сурьяр. Здравия, Сурьяр! Здравия, Алексей! Здравия всем радовичам! Итак, тема, как вот уже такая дежурная фраза, тема очень интересная и даже актуальная на сегодняшний момент. О копном праве говорят очень много и очень часто. Что же это такое копное право? Как его в настоящее время можно применять и нельзя применять? Если можно, то под каким соусом? Вот об этом мы и поговорим. И еще коснемся во второй части – это организации общин. Тоже такой вопрос, который тоже многих волнует и интересует. Ну а ты, поскольку человек, который часто по общинам катаешься, разъезжаешь и не просто там цветочки собираешь, а еще и что-либо там помогаешь организовывать, ну, наверное, твой опыт и будет нам очень всем полезен и интересен. А раз так, то давай не будем затягивать время, тем более, что сегодня мы договорились пораньше чуть-чуть закончить, потому что тебе предстоит очередная поездка, чтобы не затягивать. Давай-ка сразу бери быка за рога и, как говорится, в наше стойло. Да, доброго быка за добрые рога. Хорошо. Ну, основная проблема, наверное, даже не в самом копном праве, а тут не так давно у меня произошел разговор с одним из родовичей, по-моему, в одной из бесед недавних я упоминал это. Он говорит, ну, типа, нам же вот власть придержащие жизни не дают, там, гнобят нас и налево, и направо, там, ни продыху, ни голову поднять никак. Я говорю, на сегодняшний день самый большой, как бы, наш ворог, можем так сказать, это только наши неверия, наши неспособности друг с другом взаимодействовать. И власть в этом плане, там, даже, как бы, сидящий на самом большом столе в нашей стране, тот и то порой говорит, вот бы поместное самоуправление, вот бы патриотизм. Ну, как бы, говорит тем лексиконом, какой у него есть, в принципе, я не говорю, что он недостаточно, но имеется в виду, что немножко отличные термины от тех, которыми чаще пользуемся мы. Но это не значит, что они противоречат друг другу, поэтому наша задача слушать то, что делается, а как бы воспринимать те правила, которые проецируются на жизнь, на землю, на наше событие, но выбирать то, что нам больше подходит и то, что нам правильно, не то не призывает, не говорит, что надо там выходить за пределы каких-то там действующих законов и всего прочего. Потому что на сегодняшний день, я говорю, возможности для правильного события и жизни на земле у нас более чем достаточно. И самая большая проблема только в том, что мы не можем, как бы, услышать, увидеть друг друга, и друг с другом договориться. Вот в этом основная проблема. Поэтому мы сейчас в общих чертах коснемся копного права там уложения и ВИЧевой схемы, потому что она немножко отличается и как понять, потому что одно дело, когда мы выстраиваем ситуацию в малом сообществе, а другое дело, когда сообщество у нас достаточно большое и, скажем там, варновое или сословное проявление, оно уже дает себя знать. Потому что, как мы понимаем, что держава, если она достаточно большая, то каждая варна, в общем-то, определяет, каждое сословие определяет свой ход. Но, несмотря на это, все делают общее дело, потому что они знают, что такое общее дело и каким образом его нужно исполнять. Потому что недавно столкнулся с такой, ну, как бы, не ситуацией, а человек, сведущий, да, тоже имеющий отношение к Ола Ведовичу, которого я представляю, он рассказывал, что там, как себя ведут люди разных наций, и когда попадают, ну, в некое закрытое пространство, будь топ-лентом или еще какое-то. Вот. Все организовываются иерархически. То бишь, появляются те условно-казначеи, появляются те, которые смотрят за правила, потому что они все в толще народа есть. И они знают, как себя вести. А, как правило, русский народ в этом ключе, ну, вот, нынешнего своего состояния, он самоорганизоваться не может. Почему в свое время, если мне не изменяет память, потому что сам текст правильный, я просто не беру сейчас точно сказать, Алексей, меня поправишь, может быть, ты помнишь. То ли Троцкий, то ли Яков Свердлов сказал, что казаков надо уничтожать под корень. Ну, там, не дословно, но смысл примерно такой. Почему? Потому что это единственное сообщество среди русского народа, которое способно к самоорганизации. То бишь, на тот момент способность к самоорганизации уже у нас была на очень низком уровне, видимо. Потому что, ну, это, как бы, с этих слов прошло уже практически сто лет. Если, опять же, не изменяет память, это где-то в 1918 году они были произнесены. Но здесь я управлять не буду, потому что я точно сам не помню. Да, кто-то из этих персонажей вроде что-то похоже говорит. По-моему, Свердлов, да. Да и бог с ними это называется. Ну, ляпнули, ляпнули. Наша задача, чтобы разобраться и идти дальше. Ну, просто, как бы там это было, видишь, не иносказание, а была четкая, совершенно прямая речь. И поэтому мы ее вполне можем как раз и воспринимать как прямую речь. Ну, если уж говорим про прямую речь, то были указы конкретно по уничтожению казачества. Не просто упоминания, а подписанные бумаги уничтожения казачества. И причем потом в дальнейшем, если вспомнишь, сейчас у нас как раз вот скоро победа в Великой Отечественной войне будет, да, 9 мая на нас вот то, что говорится. И там как раз были трагические случаи, которые вот благодаря, в кавычках, этому моменту стали происходить, когда часть казачества просто-напросто перешла на сторону наших врагов и воевала на стороне гитлерской Германии. Это трагедия для российского всего нашего племени. Так что вот такая беда была, да. Ну, да, как бы там разные писатели и очернители, они, конечно, достаточно много этот момент исследуют. Но, как сказать, мы не придерживаемся тут того правила «не суди, не судим будешь». Мы придерживаемся правила «понимай и обретай правильное понимание». Ну, задача такая. Мы всего лишь навсего озвучиваем факты, что были, да. И теперь на основе этих фактов смотрим, а как теперь не вляпаться в очередной раз в эту дрянь. Вот. И для этого, в принципе, передача делаем. Как выходить из ситуации, что делать дальше? Вот. Поэтому, ну, давайте сейчас тогда с самого начала потихоньку начнем. И постепенно, я надеюсь, разгонимся в нашей беседе, в нашем понимании. Ну, собственно говоря, сама схема копного права, она изложена многократно, и там в интернете достаточно много по этому поводу статьи. И, по большому счету, они уже не расходятся особо в своем смысловом содержании. И в общих чертах все сводится примерно к тому, что выбираются условно те мужи, которые имеют оседлость, имеют свое справное хозяйство, имеют детей, ведут это хозяйство справное. И, соответственно, они выбираются теми, кто может представлять свой дом, или когда уже набирается 10 дворов, десятский, а 10 десятских выбирают соцкого. Ну, там есть разные версии, разные схемы. То ли 100 дворов выбирают соцкого, или все-таки десятские выбирают уже лучшего среди десятских, так как они взаимодействуют. Это общается, и уровень вот этого ценза избирательного, он переносится как раз на более высокий уровень. То, о чем мы уже говорили неоднократно, и, собственно говоря, будем, наверное, не раз к этому еще возвращаться. Сейчас бросим ненадолго взгляд за океан, что там до сих пор действует система выборщиков. То есть, там нету, как оно, вроде бы есть прямое избирательное право, но определяют за тот или иной штат качество голосования именно выборщики. То есть, те люди, которые как раз попадают под это. То есть, в Англии и в Европе было точно так же, что люди должны иметь право голоса при голосовании, должны были иметь достаточно большой имущественный ценз. И постепенно он снижался и снижался и снижался, и в конечном итоге у нас, условно, голос ведающего, голос академика, голос великого героя и голос человека, не имеющего ни роду, ни племени, ни своего хода по жизни, стал как бы при голосовании одинаковым. Почему это? Для нас оно неприемлемо, но сегодня система такова, но надо понимать, как она устроена. Потому что недалеко то время, когда нам придется все-таки строить свою систему, и мы уже должны понимать, как она будет выглядеть. И обращаясь к тем людям, которые сведущие, и в лучшем случае ведущие, понимать, как это должно выглядеть, и что нам надо сделать, чтобы то строительство, которое мы будем налаживать, было удачным. Соответственно, еще сейчас небольшую ремарку. Сейчас та форма правления и называется демократией, ну как часто ее называют, и определяет, что основой всего как раз является демос, народ, и он определяет все. Но, опять же, сейчас, к сожалению, не могу вспомнить дословно, кто сказал из древних, но сказал примерно так, большинство в обычном обществе, оно всегда невежественно и значительно хуже лучших. И как только вы начинаете давать право выбора всем в одной и той же форме, в одной и той же схеме, гарантировано, что у власти окажутся худшие. Вот, собственно говоря, система демократии, она подразумевает, что есть большинство, а большинство начинается с 51%, не с 70%, не с 80%, не с 90%. Оно начинает с 51%. И вот это большинство, так называем, потому что если мы рассматриваем копное право славянско-русское, то мы понимаем, что это никак не может быть большинством. И даже по правилам простой арифметики, 59 против 41, кто из них больше? Мы понимаем, что голоса их реально равны, но те, собственно говоря, силы или структуры, которые пытаются наше миропонимание замутнить, они постоянно создают вот эти, скажем, страты в обществе, которые, ну вот как у нас сейчас существует, вот несколько партий, они, как бы, вроде бы кого-то представляют, но если посмотреть их программы партии, они все практически под копирку. Просто одни объявлены партией, допустим, власти, а другие объявлены оппозицией. И все сидят в одном и том же телевизоре и, собственно говоря, имеют одно и то же слово, там периодически перекидываются разными словами. Вот это и есть система демократии в ее, наверное, апогее, в ее самой развитой системе. Поэтому сама схема, если вот еще причем перед выборами и, в принципе, по жизни, вот 49 против 51, ну или там 60 против 40, что это точно так же разделение любого рода, любого народа внутри, в общем-то, фальшивыми идеями, достаточно фальшивыми, которые нам внедряют в течение ни одного поколения, которые уже подавляющим, ну не подавляющим, к счастью, все-таки определенное количество людей просыпается, уже достаточно большим количеством людей воспринимается как безусловная правда. Я не говорю истинно здесь, а правда, потому что неоднократно в беседах с людьми просто слышишь такое, ну это же по телевизору говорят, а контекст такой от человека идет, что это безусловная правда, потому что он услышал это по телевизору. Ну вот, что касаемо, значит, демократии и копного права, почему в копном праве ключевая позиция – это то, что решение принимается единогласно. К копному стоит тот, который ведом мне, и я видел, там точно так же было, что если решение не принимается единогласно, стараются прийти к общему решению. Всем нам этому надо учиться. Почему? Потому что неоднократно уже в тех или иных местах, когда приезжаешь, люди говорят, ну, типа, вот бы нам по копному праву жить. Я говорю, ну, жить бы, наверное, хорошо, но уровень неведения и невежества уж слишком высок. И если вас, вы, говорю, кто из вас ведет хозяйство, кто из вас понимает, как распределить, там, допустим, урожай, как хотя бы получить этот урожай, как построить дом. Ну вот эти ключевые вопросы, казалось бы, первичного уровня, они ни у кого не находят ответа, потому что любой хозяин справленный, он великий экономист. Почему? Потому что он рассчитывает как минимум на год все свои приходы, расходы. И благодаря этому, там, условно, в конце зимы, в феврале, в марте, семья его не голодает, а у него еще остается прибыток и семенной, и он знает, как ему двигаться дальше. Это вот, что касается, касаемо, опять же, разницы нынешнего времени демократического и времени копного. Почему нам достаточно сложно к нему переходить. Так вот, возвращаясь к тому, что, каким образом определялась вот судьба того решения, которое не было принято. Если не договорились в первый раз, как бы, копные мужи или судьи копные, потому что это тоже, как бы, немножко разные понятия. Одно дело, те, кто имеют право доступа на копу, имеют право голоса там, а есть те, которые наиболее уважаемые, те, которые имеют право судейства, то это были либо старцы, потому что к ведущим, к волхвам обращались уже в самом крайнем случае, они сидели, по большому счету, если присутствовали, на копе. Только в том ключе, чтобы смотреть, что вся схема, вся процедура, скажем так, все деяние копное, оно совершалось в соответствии с тем устоем, который в данной местности принят. Потому что в разных местностях там были и, по большому счету, разные немножко деяния. По большому счету, именно старцы хранили мудрость копы. То, что было заповедано издревле, и какие правила, по каким решениям были приняты. Вот такая схема. Так вот, если решение не принималось, если вот небольшая эта группа, или там даже, может быть, один человек доходил до того, высказывался против его, ему там предлагали обосновать, если обоснование не никаким образом, почему вот это умение отстаивать свою точку зрения обоснованно и опираясь, так сказать, и на опыт свой, и на опыт предков, и на опыт копы, это дорогого стоит. Если бывало и так, что неоднократно и многократно, когда один человек, да, вроде идя не в ногу со всеми остальными выступал, и решение копы склонялось в его сторону. Поэтому вот эта вещь, она, вот эта схема взаимодействия, она очень важна, и она очень понятна. Ну и в то же время, когда решение зависало в каком-то таком состоянии, оно откладывалось один раз. И давалось время, там, время, как правило, давалось достаточно большое, там, от трех месяцев до полугода, чтобы либо как-то проявиться какие-то события, либо человек изменит свое мнение, либо вернуться. Но огульно оно никогда не закрывалось, я говорю, если только там изначально было признано всеми, что это некая глупость или, там, благо, глупость того или иного человека, как правило, этот вопрос закрывался. И это ключевой момент, то, чему нам надо научиться, потому что в тех кругах, в тех кола Радовича, в которых мы собираемся, как правило, одна из больших проблем – это неумение друг друга слушать совершенно. А на копе подразумевалось, что после того, как человек сказал, потому что там в разных местностях, ну, как по Белоруссии тоже неоднократно рассказывали, там ходил кол по кругу. И вот только тому, кому передали кол, тот выходит на центр и говорит. Это не посох был, а именно кол, потому что этим же колом можно было получить по хребту, по спине, если открыл рот раньше, чем закончил свое слово «говорящий». Это очень важно. И там даже слышал, что еще после того, как последнее слово сказано, еще минуту все молчат, чтобы услышать все-таки, что было. Это тоже одна из схем, то, чему нам надо учиться. Вот что такое копное право в прошлом. Я говорю, почему сама схема, да, мы выберем наиболее простая там, потому что сама копа подразумевалась, это не схема управления одной общиной, вот уже в более развитой своей форме, это схема управления нескольких деревень и сел, находящихся в одной округе. И они собирались, да, вот это украинское слово «местечко», оно, и мещане, собственно говоря, слово, оно отсюда происходит, как жители центрового поселения, которые там в конце концов стали или поселками, или городами, продолжить. Потому что, опять же, это центровое место там, где было и центровое капище, помимо всего прочего, как таковое. Так вот, значит, выбираются, то есть, опять же, вернемся опять по-простой скин, выбирается десятский справный из десяти дворов хозяин, потом выбирается соцкий, и, собственно говоря, они и являются и справные хозяева, имеющие и оседлость, и справное хозяйство, и десятский, и соцкий, старцы. Вот, молодые хозяева, там, сыновья и жены приглашались именно только, как правило, для дачи свидетельских показаний, если копе надо было заслужить то или иное дело. Но самое главное, то, что нам сейчас неплохо бы понять, это то, что копа сама по себе, это не красивое слово, это не, как бы, некая иерархическая структура, это просто община берет на себя ответственность, создает свой устой, и она держит ту землю, на которой она живет. Держит себя, держит землю, на которой живет, и соблюдает устой. Вот это и есть, по-своему, и самодержаве, и держава в малом ее выражении. Почему нам, опять же, очень это важно, что если мы поглядим по сторонам на сегодняшний день, то, собственно говоря, только те страны, которые сохранили в той или иной степени общинное устроение, они сейчас и процветают по максимуму. Я имею в виду из людей северного полушария, скажем, наследники арийских родов. Хотя жители Чины, Китая, точно так же сейчас интенсивно восстанавливают свое древнее общинное восприятие, и точно так же стараются постепенно, в большей степени к нему возвращаться. Сохранили его швейцарцы в очень большой степени. Поэтому эта страна, с одной стороны, имея нейтралитет, имеет очень большие возможности для того, чтобы жить, сохраняя свою природу и сохраняя свои роды. То же самое, глядя на них, надо поучиться и нам. Поэтому у нас, к сожалению, бросим камень сами в свой огород. В большинстве случаев соберется небольшое коло, человек 10, дай боги 15. Собственно говоря, мы не будем далеко ходить так же. Последователи иудейской традиции, они как строили, так строят и так и будут продолжать строить свое бытие и событие именно через общины клановый строй. В Японии схема точно так же. Там просто она чуть-чуть отличается, что их, скажем, воины, витязи, самураи, они вот были во главе кланов. Собственно говоря, вот эта клановая система, она там и сохранилась. И поэтому их быт, он, в общем-то, достаточно сильно отличается от всей европейской схемы, англосаксонской. И они, в общем-то, преуспевают, несмотря на то, что живут на совершенно небольших островах, на небольшой территории по населению, они, в общем-то, нам практически равны. Я там не помню сейчас 120 или 130 миллионов в Японии по населению. Вот. И поэтому ключевой момент нынешней копы, то, чему нам надо научиться, потому что есть копы, есть вечи, и мы не будем дробиться на малые роды в том ключе, когда роды выходят из народа и там занимаются только своими делами. Мы, естественно, останемся народом, и есть даже такой термин «сверхнарод». По большому счету этому термину в той или иной степени соответствует германский народ, состоящий из нескольких больших родов, испанский народ. Но вот большие все народы, они в той или иной степени могут называться сверхнародом, потому что каким образом, даже если брать нас, слово «русский», оно подразумевает, что некое количество народностей, родов, близких, даже неблизких по языку, они выбрали одну идею, одну землю, и с этой одной идеей раздвинули эту землю от края до края. И сегодня там часто слышу, вот нам надо вычистить вот это, нам надо вычистить то, тысячи лет, там сотни колен, сотни поколений нашей роды жили на одной земле, сплетались и стали одним народом. И все в глубине, и не в глубине, и по внешнему виду называют себя русскими. Но тут еще как бы ключевой момент, когда люди спрашивают, что такое русский. Ответа вразумительного, к сожалению, дать никто не может. Почему? Потому что больше тысячи лет уже вот этот момент осмысления и соединения духовного как такового, он у нас был разрозненный и находился, в общем, в туне, в тайне, в малой степени только проявлялся. Так вот, поэтому сейчас вернемся опять к опному устроению немного. Значит, смысл такой, да, еще раз пройдемся, потому что кто-то читал, я думаю, наверняка многие читали, но кроме чтения надо еще иметь в себе образ того или иного события, или события. Каким образом? Потому что каждый из вас, каждый из нас в недалекой потенции, в недалеком будущем вполне может оказаться на копе или скупчине, или там по-разному называется в славянских языках, но смысл везде одно и то же. Сообща, принимать решение о том, как нам жить на своей земле. Это схема такая. Что касается вечевого управления, чем, наверное, отличается, потому что в Новгороде уже было вече, потому что сословие... Алексей? Да, я просто предлагаю нам регламент соблюдать, не русское слово, музыкальная пауза. Да, если ты не против, я тоже от себя немножечко вставлю по копному праву. Вот когда мы про демократию говорили, там не совсем все так однозначно, как многие люди сейчас представляют. Да, многие знают, что большинство решает все, и даже один человек из тысячи, если он будет на стороне 51%, то он решит все. На самом деле, если мы говорим о демократии, есть такое понятие демос, а есть охлос. Вот демос, это люди, имеющие что-либо, а охлос – это простонародие, которое ничего не имеет, ну, по-современному пролетариат, то, что называется. И вот для того, чтобы быть демократом, входить в демократическое сообщество, необходимо быть гражданином, необходимо иметь имущество или рабов, а лучше и то, и другое, и чем более значимый человек, тем больше от него все зависело. Вот сейчас мы видим ту самую демократию, которую я прописал, то есть владельцы газет пароходов и прочего-прочего, рабовладельцы, они управляют всем миром, а охлос, он находится под управлением, но при этом охлосу все время говорят, что от него что-то зависит. То есть, с тех пор, когда была выдумана демократия, мало что изменилось, просто меняются айфоны, меняются какие-то там компьютеры, меняется система донесения информации, уже там не камушками черным и белым голосуют, а уже какими-то там электронными бюллетенями, тоже это интересное слово такое. Вот, так все, в принципе, осталось, да, осталось одно и то же. Поэтому, если бы у нас была охлократия, ну, вполне возможно, что ее можно было назвать народовластьем. Если же мы имеем в виду демократию, то народовластьем трудно назвать. Но с другой стороны, несмотря на то, что в демократии все-таки большинство подавляет меньшинство, здесь остались те самые зачатки, которые еще в римском праве, в самом начале римского права, не то, которое уже нам стало известно в самом начале, там пришло как раз от копного права, где именно владелец, управитель мог принимать участие в решении общественных каких-то вопросов и задач, то, о чем мы сейчас говорим. То есть, было взято вот это, что только те, которые имеют свое хозяйство, которые стоят очень хорошо на земле, у которых есть семья и так далее, они могут быть копными мужьями. Но потом это перешло не что единогласно решалось, а решается простым большинством. Вот это вот основное отличие. Первое. И второе, что там, в отличие уже от нашего управления, появилось рабовладельство, что, в принципе, нам вот эти два момента рабовладельства и большинство, они были всегда противоестественны. У нас этого никогда не было. Вот поэтому, когда кто-то говорит о демократии, вы должны учитывать те моменты, о которых сейчас мы говорили, и понимать, что, с одной стороны, той демократии, о которой вам сейчас говорят, ее просто нет, а с другой стороны, это и есть та самая рабовладельческая демократия. Ну что ж, переходим к музыкальной паузе. Время пришло, и после этого продолжим. Буквально одно слово скажу. И, как правило, мало кто знает, что Древний Рим практически все время своего существования жил родами. И именно роды патрициев, ну там основных, они и держали всю поляну, а так как поляна была достаточно большая, вот они постепенно все больше и больше подвигались к демократии. В конце концов, демократия их победила. Ну, если уж ты говоришь про Древний Рим, еще раз упомянул, помню то, что я сказал, то надо иметь в виду, что изначально все постройки, все системы и структуры были построены не латинянами, то есть различными племенами, которые жили на достаточно низком уровне, но были очень воинственными, а именно построены были этрусками, то есть одними из наших славянских племен. И вот когда уже латиняне очень активно расширились, был элементарный призыв к этрускам о том, что давайте-ка постройте нам города, по вашему принципу, научите нас этому всему пятому-десятому. И когда уже латиняне завелись цивилизацией, опять же, в современном понимании этого слова, построенной этрусками, вот тогда они себя почувствовали хозяевами и потихонечку стали просто вырезать и уничтожать тех, которые в свое время их научили, которые в свое время им дали знания и так далее. оставались до определенного момента патриции, но потом мы все прекрасно знаем, как там с патрициями обходилось, просто приходили товарищи с кинжалами, вырезали того, кто был неугоден и занимали его место. Ну вот давайте на этой радужной ноте веселенькой мы все-таки прервемся на музыкальную паузу. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 21 апреля 2016 года четверг по одному из старинных десятый день месяца посева на речение 7524 лет и третенек. Копное право в настоящее время такова тема сегодняшнего нашего эфира главный сведущий Сурияр. Мы уже поговорили и о демократии и о копном праве и вот дальше мы переходим к следующей теме. Опять предоставляю микрофон Сурияру. Пожалуйста, продолжай. Продолжаем. Ну вот мы постепенно перешли скажем к более развитой системе. Ну она более развита в том ключе, что все-таки сообщество рождалось и в какой-то момент у нас появилось государство, которое еще достаточно долго сохраняло в себе общинный строй по большому счету до как бы истории истории которые нам переподают там в школах собственно говоря если оставлять само развитие копной мысли или вечевого управления то со времен Рюрика копа начала достаточно интенсивно все-таки сдвигаться и вечи еще в Новгороде сохранялось достаточно долго а по весям и городам большой Руси вечи все-таки начало достаточно быстро деградировать почему потому что вот это равновесие власти которая достигалась за счет того что наибольшим моральным и нравственным авторитетом обрадали волхвы ведающие ведуны в наших родах и они смотрели за тем чтобы все родовищи от условно от самых низов по своему скажем роду деятельности до князей находились в правильном уряде по отношению друг к другу или как вот этот элемент по призванию типа Рюрика в правильном наряде в соответствии с тем рядом который рядом который принят был на земле и он соблюдался они собственно говоря были и судьями и совестью одновременно всех родов которые живут на той или иной территории и так как мысль была единая по большому счету эта мысль растекалась от края земли до края но разница вот между уже копным местечковым правом и вечевым в том что вот если мы новгородскую республику немножко коснемся смысл в том что там уже были сложившиеся с одной стороны сообщества это и дружина это и ремесленники это и купечество это и работный люд который занимался ну как бы производством материальных благ скажем так товаров и всего прочего и от всех от них да там выбиралось определенное количество сходотаев уже на это вечер там уже не по количеству потому что как мы понимаем что и сейчас и в то время работных людей было больше вот но в то же время ремесленные слободы там гончарная была слобода металлическая там чудской двор торговый они все имели своих представителей и по определенному устою вот это количество представителей как раз и собиралось на вещи там как-то раз с одним человеком ну который занимается исследованиями историческими ну как же так вот типа предполагается что Новгород на вершине своего развития был где-то около двухсот тысяч человек по одной из версий вот но типа она вече собиралась не больше трехсот вот и триста вот у нас сейчас народ сто сорок как говорят шесть миллионов по последней версии вот еще там примерно четыре миллиона может быть добавится в ближайшее время каким-нибудь образом по крайней мере надежда такая еще есть и работа определенная в этом направлении ведется но точно не помню по-моему около четырехсот депутатов у нас сидит это же тоже форма перешедшая с той стороны потому что имеется с тех времен что да представители есть просто если раньше это были представители сословий то сейчас представители как бы неких идей вот и как я сказал по большому счету все эти идеи они примерно под копирку написаны и по большому счету для нас разницы нет никакой потому что никто никто ну ладно не скажу никто но большинство из нас не разделяет тех идей которые написаны на этих бумажках но опять же это вопрос времени потому что как по закону времени как мы в прошлой беседе разбирали четыре царства четыре вармы сейчас мы проходим нижнюю точку и рассвет Сварожий он уже наступил это гарантированно это совершенно точно сейчас воспринимается и ощущается и вопрос что мы должны уже вот перейти в следующую фазу в следующую фазу своего события и организовать уже державу на тех условиях и на тех принципах которые не не позволят условно ворогу под любой личиной на нашу землю прийти и в общем-то разрушить наше миропонимание то что случилось с нами неоднократно за последние тысячи лет но это не значит что это правило должно быть нами унаследовано от наших предков потому что мы живем в живой традиции наша традиция и древняя и современная и значит она должна дышать тем ветром и тем воздухом который сегодня над нашей землей несется и вынимать оттуда те знания те ведания которые позволят нам правильно организоваться так вот возвращаясь к вечевой позиции потому что если мы рассматриваем державу почему разница между копой и вечи она важна так как когда сословия или варны определены и все они все равно находятся в едином устое тогда на вечи от каждой варны от каждого сословия можем так сказать выделяется определенное количество людей и они приходя на ну имеется ввиду попадая на вечи они отставят естественно с одной стороны решение как бы стараются те пролоббировать слово такое ненашенское отстоять которые будут наиболее приемлемы для них но это уже тоже не совсем верное устроение потому что на сегодняшний день мы все таки по моему безусловному по моей безусловной уверенности в ближайшем времени когда мы начнем выстраивать все таки свою державу на своей земле мы должны прийти к тому пониманию что если у нас не будет определено место ведающих наших волхвов наших ведунов которые собственно говоря как я объяснял в прошлой беседе что каждое сословие занимается своим делом и уровень видения предвидения будущего и возможности влиять на него перестраивать систему у каждого свой как у труженика это один год условно посадил сегодня 10 мешков картошки все съел на следующий год думает посажу 15 глядишь и хватит и это нормально это его уровень видения и его уровень творения будущего точно так же веси как купцы хозяева там организаторы процессов они смотрят чтобы условно в местности это и чиновники опять же местечкового местного уровня смотрят чтобы в местности хватило урожая на несколько лет смотрят какие дороги прохудились и все прочее то бишь их уровень видения будущего на 3-5 лет вот ну а те которые воспитывают и блюдут роды народ чтобы они не растекались находились в державном устроении это витязи высшие управленцы они смотрят там до 15-25 лет чтобы хотя бы первичные какие-то моменты отслеживать и заниматься но для такой древней и могучей силы как наша держава сейчас в большей степени пребывающая в небесах и пока еще в малой степени на земле нужно иметь видение будущего минимум на 100 лет хотя бы четко определять основное направление и понимать куда мы движемся и поэтому если как бы даже условно завтра бы получили возможность строить свою жизнь или там свою власть точно так же там неоднократно в беседах с Радовичем и просто с людьми там слышишь очень критичные отзывы о существующей ныне системе власти о правителе их и верховных и все прочее так я говорю а вы-то правда настолько праведные что если бы у вас была возможность что вы бы не попали в такую бы ситуацию и там умудрились бы переделать систему ну и как бы при здравом размышлении оказывается что в большинстве случаев там пусть люди там обижаются не обижаются если кто-то там узнает себя в этом при здравом размышлении оказывается что у человека просто нет сегодня шанса украсть назовем это так и он клянет всеми разными добрыми и недобрыми словами тех кто имеет такую возможность но как только ситуация меняется оказывается что он ничем не лучше а как правило может оказаться еще и хуже потому что сегодня он прикрывается красивыми добрыми речами а завтра оказавшись возле кормушки начинает рвать ее совершенно не думая о том как это все перестроить перенастроить это что касается поэтому и копное и вечевое управление оно должно быть если вот по копе мы сейчас опять же вот сама копа выбирается там я говорю справные хозяева десятки сотки старцы родовые которые там пребывали но они просто пребывали именно точно так же так как волхвов на естественно на каждое селение на каждое местечко не хватало волхвы поэтому либо те которые занимались потому что волхвы были точно так же разные немножко специализации и ведуны одни ходили от одних мест другим другие обучали князей третьи обучали витязей четвертые были боюнами сохраняли мудрость в песнях очень много но смысл такой что они ходили и в копном уложении в копном устое по большому счету они не участвовали за исключением вот тех случаев когда копа опираясь на свое как бы исторически сложившееся наследие не могла принять какого-то решения вот допустим в течение трех раз по тому или иному случаю тогда уже как правило посылали за кем-то из ведунов чтобы они как бы рассмотрели там через жребий через видение через мудрость совета волхвов чтобы они разобрали этот момент это тоже как один из элементов копного управления надо понимать что оно не решается с одной стороны просто а так как вот этот элемент единогласного принятия он формирует совершенно другое восприятие каждый родович каждый как бы пребывающий на копии отвечающий с одной стороны за свою семью с другой стороны за свой род а с другой стороны отвечающий на землю он приобретает совершенно другую ответственность и другое понимание то к чему собственно говоря нам всем надо и приходить вот а нынешнее вечевое управление потому что копное управление если мы создадим они в той или иной степени сейчас объяснял как бы даже законодательно есть такое слово по большому счету там ни один из деятелей нашего направления уже к нему обращался перед общественным самоуправлением почему это как бы некая предтеча копы ну как бы с суженным суженным элементом взаимодействия но уже позволяет по крайней мере обозначить свою территорию и найти способ на этой территории уже формировать свое какое-то финансовое состояние но имеется то которое требуется для улучшения обслуживания территории и учиться людям взаимодействовать почему потому что как я уже говорил сегодня что основная наша проблема это неумение неспособность сейчас взаимодействовать почему потому что вот те роды которые преуспевают у иудеев армян жителей Кавказа и прочее у них есть внутренняя инструкция по большому счету и есть старейшины которые в общем-то ее хранят по большому счету им не надо никогда оказавшись в любом месте что-то выдумывать и высасывать из пальцев потому что инструкция у них есть они ее следуют и они знают что следуя этой инструкции они во-первых выжили и в большинстве случаев могут преуспеть а если оказываются в такой разжиженной среде какой оказалась сейчас наша как бы родовая ситуация там они преуспевают многократно почему потому что среда не имеет в себе структуры они проходят сквозь нее как горячий нож сквозь талое масло и поэтому я говорю мы должны чему учиться да во-первых мы сейчас уже должны смотреть и готовить я как объяснял что каждый условный человек от смерда и выше по сословной варновой структуре он как правило может стремиться к власти и среди нас таких достаточно много но главное наше умение сейчас которое бы нам нужно как-то попытаться осознать и воспринять это определить своих старших определить своих старших и в общем-то рядом с ними собраться вот в те родовые круги о которых мы постоянно говорим вот об этом как-то в одной из бесед последующих мы поговорим каким образом нам находить старших по каким качествам их определять и по большому счету ну мы в той или иной степени касались уже этого но надо просто более подробно чтобы это как в виде той же как бы первичного правила первичной инструкции там условно у каждого на ладошке было записано чтобы ему не надо было как-то обращаться к посторонним психологам чтобы ему объяснили что делать в той или иной ситуации это что касаемо поэтому переходя там к опному и вечевому управлению мы должны понимать что вот этот элемент управления один год труженик 3-5 лет веся 15-25 лет витязь и 75-100 лет ведающий это разные схемы управления потому что по большому счету человек родился прожил там 25-50 там 70-75 лет и выбрав меру своего бытия отправился на Навные луга по стезе Велеса искать свои пути восхождения или прочее он может и не понять что как бы ну если человек не является от рождения ведущий там и не прошедший определенный уровень обучения получивший определенный уровень посвящения от земли и от небес он как бы не может понять вот изменение этих ритмов которые там происходят раз в 75 лет раз в 100 лет почему как бы у нас это было издревле и в будущем чтобы нам обрести силу у нас других вариантов нет что у нас должны быть те люди которые почему я говорю что вот эти три варны труженики веси и витязи они входят в как бы как конгломерат скажем или скупу материального созидания и экономического взаимодействия а ведающие они находятся вне ее они не занимаются тем что называется прямым созиданием товарного продукта почему потому что их много не бывает и как бы условно если один на несколько тысяч будет то я думаю община из нескольких тысяч человек легко его прокормит но зато и страж и оберег родовой он среди этих родов будет и вот мы сейчас будем учиться ну как бы слава богам это определение в большей степени и способы и схемы поучения тех кто стремится идти с тезей духовного развития с тезей духовного постижения у нас есть но надо чтобы и условно на самых простецких делах нам все таки было видно каков человек как он движется чтобы и не труженикам не весям не витязем не не блукать в определении тех кому можно доверить именно духовное водительство это то что нам необходимо и поэтому вечевая структура нашей большой державы она подразумевает что есть одна схема это схема материального созидания схема материального общинно-жития есть схема духовного развития это две схемы которые одна в другую в той или иной степени интегрированы но они живут немножко по различным правилам и поэтому давай про правила после музыкальной паузы поговорим себе запоминаю что две схемы бытия существуют я себе пишу две схемы бытия у меня все ходы записаны ты что думаешь я просто хотел перед музыкальной паузой зачитать такой из чата реплика пришла Владимир чтобы сейчас перейти к копии нужно изменить сознание всех а это ой как сложно иначе появится куча крикунов которые будут возмущаться что их лишили права голоса вот мне кажется очень актуальный в сегодняшний момент вопрос который многих сдерживает от того чтобы начинать что-то делать ну вот к примеру живет деревня есть жители которые здесь родились в этой деревне есть кто-то там приезжал уезжал неважно есть некие люди которые так или иначе были подвержены воздействию системы в которой все мы воспитывались в которой все мы росли и сейчас выходит какой-то человек который пробудился от морока и говорит други ну давайте как-то уже все-таки это вот ну выходить на нормальное наше славянское мировоззрение миропонимание давайте уж строить общину будем и тут со всех сторон начинается кто-то там около виска крутит говорит сумасшедший какой-то кто-то еще так что этот вопрос помимо двух схем бытия мы тоже должны коснуться будем вот сейчас наверное стоит нам перейти к музыкальной паузе давайте нажимаю кнопочку да нажимаю кнопочку а дальше после двух минут поговорим про все что здесь было уже озвучено Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио Напомню что по одному из современных календарей 21 апреля 2016 года четверг по одному из старинных 10-й день месяца посева наречения 7524 лет от ретейник Копное право в настоящее время такова тема сегодняшнего нашего эфира главный сведущий Сури Яр реплика была озвучена до музыкальной паузы о том что надо бы изменить состояние всех чтобы копное право было об этом мы наверное поговорим мы же начали поднимать тему двух схем бытия но перед тем как продолжить песня прозвучала интересно посеяли беду на берегу но мало кто знает что лебеда это вполне съедобное и даже очень-очень полезное растение его часто сеяли именно как огородные растения так что вот это имейте ввиду не забывайте об этом раз вы себя относите к людям изучающим наши традиции итак давай же рассмотрим эти две схемы бытия схемы бытия подразумевается что сама по себе экономическая составляющая но как мы смотрели вот даже если на начало 20 века мы посмотрим был такой премьер-министр у нас Столыпин ну он там несколько интересных слов сказал ну как по его схеме тоже он двигался в сторону капитализма и пытался все-таки общину деревенскую в которой на тот момент больше 70% населения жило он старался ее в той или иной степени разрушить чтобы сделать сельское хозяйство более эффективным как он считал то же самое удалось сделать ну то есть не удалось сделать ему но в большей степени это удалось сделать потом большевикам последователям в той или иной степени этой идеи но он также озвучил помимо того что надо трансформировать как он считал деревенскую общину и в то же время он говорил если мы сегодня имеем там 150 миллионов жителей но как бы в среднем в семье было там от 6 до 10 детей и считалось что где-то к 40 году примерно у нас будет там 380-400 миллионов населения это вот в начале 20 века считалось вот эта прогностика то о чем думал и какие соответственно должны быть приняты были решения там какие земли вот этому вновь народившемуся населению выделять где его поселять чем его занимать как его образовывать и это много-много-много чего вопросов то что по сути да мы по нашей варной варной схеме можем признать столыпина вышним витязем которые вот этими вещами занимаются просто так как над ним не было тех которые блюдут пределы вечности то есть ведущих вот это блукание собственно говоря и началось которое породило потом после так называемого 61 года освобождения породило пятый год потому что это все было половинчатое и даже не половинчатое а четвертичное потому что вроде бы освободили но землю пришлось крестьянам потом выкупать причем по таким ставкам как примерно и сейчас что они переплачивали в два в три раза за то время пока ее выкупали ну и собственно говоря вот это недовольство вот это нежелание переплачивать за свое оно и породило пятый год вот и имело в обществе огромный раскол между как управляющими те которые мы могли бы по варную системе отнести к витязям и как бы купцами и работным людям каждый в этой стороне тянул свое и собственно говоря как бы вышней точкой там определялась определялся царь который был конечной инстанцией любого спора но так как не помню где сказано но сказано достаточно верно слаб человек вот и царь так называемый последний он оказался очень слаб в том ключе во первых не имел достаточного уровня понимания и не было тех которые отвечали бы за целое и могли вот эту ситуацию сдержать и собственно говоря воспользовавшись этим расколом потому что не как бы есть одна из так замечательных версий что условно 300 там человек и народной национальности с маузерами приехали и 150 миллионную страну поставили в ту позицию с которой она до сих пор не смогла выбраться да нет они просто воспользовались вот этим вот расколом вот этой вот этим уровнем несправедливости который к тому моменту уже в течение там тысячи лет или там даже больше все накапливалось и накапливалось и словно как это забавная версия богатые становились все богаче а бедные становились все беднее ну и почему я говорю вот этот вот элемент инородной элиты инородных правил он всегда ведет примерно к таким расколам так вот почему я немножко ушел в сторону это если рассматривать развитие событий так вот экономическая схема бытия она в общем-то достаточно четко прописана и ключевой момент в ней он примерно заключается в чем каким образом перераспределяется общественное благо созданное всем то бишь кому куда в каком процентном отношении и что как бы для общего блага из как бы прибавочного продукта потом возвращается ну условно строятся дороги строятся школы сажаются сады чистятся реки ну все все что подразумевает общественное благо почему когда этот элемент в достаточно жесткой сфере в жесткой схеме был реализован потом Сталином это первые там три пятилетки до сих пор никто ничего подобного повторить не мог почему потому что все весь прибавочный продукт шел вовнутрь и собственно говоря страна начала расти как на дрожжах и никто ни до ни после этого не повторил почему потому что все даже сословные схемы они подразумевают что если нет тех кто является единой вестью или совестью народа каждый начинает все равно тянуть немножко на себя и вот этот вот элемент ограничения он как раз должен исходить из тех которые не включены в единую экономическую цепочку скажем так почему потому что они есть судьи правды вот это ведающие волхвы в наших родах и они занимаются вот этим как раз смотрят чтобы в пределах там 50-100 лет соблюдения родовых обычаев родовых устоев было одинаково и если там что-то изменяется то это не изменяется не в угоду сегодня вот как у нас лоббируют страховщики пришли в думу которая представляет какие-то идеи там и как бы донесли свою мысль что зарабатывают они маловато и хорошо бы в общем-то со всего народа взять еще деньжат ну дума немножко поморщилась ну в конце концов согласилась это и есть вот этот элемент мало того дума согласилась и себе тоже зарплату поднять так же все нормально ну так в этом в этом и вопрос то есть кого они представляют мы не очень знаем но по крайней мере они пишут законы которые к сожалению мало кто читает но исполнять приходится всем вот и все и поэтому вот этот элемент да что мы должны понять где мы уклонились от своего правильного пути и когда у нас появится возможность свернуться на свой путь надо нам как бы рассмотреть так свое событие свое движение чтобы этот путь был правильным поэтому мы и сейчас должны уже как бы обучаться образовываться чтобы выйти из того уровня невежества которые нас с большой интенсивностью с большим желанием и иные роды скажем так постарались запихать потому что задача их родов доминировать над другими родами а наша задача наш род сохранять сохранять свою землю это первые заповеди которым мы следуем но как я уже неоднократно говорил в одной из следующих бесед мы вернемся к основным общинным заповедям устроения потому что храни род береги землю держи небеса вот там часто начинают спрашивать что такое держать небеса ну держать небеса это значит следовать в едином правиле между небесами и землей в едином правиле вечности почему я говорю что кто бы как не хорохорился кто бы как щеки не надувал но вот этот элемент отслеживания там на три на четыре колена поколения вперед это одна из важнейших составляющей нашей общей безопасности скажем так та страховка за которую все любой из нас согласился бы там принести свою долю чтобы в этом будущем оказаться вот и все и мы как вот если сейчас современную экономическую систему каждый из нас увидит что собственно из того рубля произведенного реального продукта если он занимается там в какой-то сфере где есть какое-то реальное производство сколько копеей и чек даже не десятков а копеей и чек остается ему и как все расходится и исчезает где-то в тумане вот это есть та схема перераспределения которую в той или иной степени мы можем смело назвать соответствующей почти что рабологическому устрою по уровню тому что остается производителю и куда растворяется все остальное потому что схема она вот устроена таким образом поэтому я и сказал что экономическая схема она такова и для того чтобы были беспристрастные смотрители беспристрастные наблюдатели которые являются вестью совестью народов они не должны быть обременены вот этой схемой добывания денег я говорю как мы в прошлый раз разбирали никто не говорит что человек не должен трудиться потому что тут недавно ключевая полемика с одним из людей претендующих на понимание была я говорю ну так вот говорит если человек вот там трудится вот ему по труду там примерно так я говорю ну а поварного если разбираться организаторы как как их оценивать он уже как бы повис я говорю а управленцев как бы вот вышних витязей как оценивать тоже а того кто баян пишет стихи музыку там пишет картину а говорит очень просто вот он нарисовал картину там вынес на рынок если никто ее не купил значит он и не нужен вот и все ну и соответственно остается у нас только варнотружеников которые вырастили хлебушек перемололи его съели и так же вырастили перемололи и съели но это песня ведущая нас в никуда почему поэтому имеется ввиду что да какое-то достаточно может быть даже продолжительное время можно прожить но как показывает практика если вы не смотрите наверх и не понимаете куда движется земля и что изменилось в небесах значит время как бы каких-то проблем и сложностей для вас уже недалеко поэтому я говорю что задача наша научиться наших ведающих определять научиться наших вышних витязей определять научиться их обучать и собственно говоря они и станут осью основой скелета общества которое будет двигаться дальше и надо понимать каким образом должна быть соблюдена общая родовая справедливость в этом обществе я сейчас не буду глубоко в это заходить потому что у нас одна из запланированных бесед она и есть описание общих основ родовой экономики каким образом она примерно строится и каким образом происходит перераспределение поэтому мы как-нибудь к этому вернемся Алексей ну что ж вернемся так вернемся ты хочешь сказать что мы можем переходить к вопросам и ответам или что-то еще мы поговорим нет у нас как бы вторая часть сейчас мы на коротке по поводу формирования общин потому что мы разбирали сейчас вечевое копное и там потенциально схему управления и общехозяйственного действия завернул да уже завернул так завернул я просто здесь еще за чатом смотрю читаю но здесь как как же этот фильм старый а Чапаев да тут народ интересуется спрашивает ну а вы за кого будете за коммунистов или за большевиков ну в общем идет переписка о том что ну народ спит чего тут никакого не пробудешь а ты такие вещи говоришь интересные в общем-то да правильно все как народ то пробудить вот в чем стоит вопрос пока народ спит финансо-экономическая система у людей только бабло в глазах в глазах чистить реки нецелесообразно утилизировать мусор тоже и так далее хрен что построишь без заграничных кредитов все ну в общем и так далее так что вот видишь какая реакция идет все говоришь это все правильно здорово а что делать вот что вопрос как выходить из того что сложилось что делать мы всегда понемножку говорим слишком много не говорим потому что и как бы даже то немногое сказанное как правило тяжело воспринимается а я думаю сейчас скажешь мы много не говорим потому что за много и долго сидеть да мы же не боремся мы делаем то что должно делать а будет то что будет ну ты знаешь некоторые просто говорят не борются но при этом почему-то их начинают преследовать такая тенденция наметилась она присутствует явно а вот о чем ты говорил что бывает так что вот вроде бы все хотят жить по совести вроде всем нравится наши древние копные устои все прекрасно понимают что вот надо жить роем надо жить общинно надо поддерживать то что идет не на личную прибыль а на созидание вот той единого того единого понимания которым мы должны жить ну то бишь вот общинного строя то есть если кто-то что-то делает не зарабатывая себе на жизнь то его необходимо поддерживать если он это делает на благо всех наших родов если он это делает на благо державы если он создает какое-то мероприятие, опять же, не для себя, не себе в карман, но надо как-то обеспечить его, чтобы человек этим занимался, тем более, если это хорошо у него получается. Я так вот скромно подвожу к тому, что вот в чем мы сейчас занимаемся, вот то же самое там, да, радио, оно же делается в общем-то, наверное, не для того, чтобы я тут красовал, сидел перед вами, да, у меня есть в огороде тут дела некоторые, заборчик надо поставить, да и в доме там еще можно что-то сделать, и можно пойти денег заработать, в общем-то, нормально. Вот так я планы на себя перевел, но чтобы конкретно какой-то пример-то о том, мы сейчас говорим без примеров, да, и вот кричим всем, ребят, вот это надо, вот это надо, вот это, в конце концов, там, пожевать надо, что-то хочется, будьте любезны, там, ну, скиньтесь чуть-чуть. И ты знаешь, как-то это все проходит мимо. Многие говорят, вы знаете, да, классное радио, там, все отлично, все хорошо, но в конечном итоге, вот, кроме пожеланий, у большинства как-то вот с поддержкой туговато. Хотя, хотя, вот, чести сказать, появляются люди, которые берутся, например, там, за нарезку, за озвучку и так далее. Меня это уже радует. То есть, вот, создается такой небольшой круг людей, когда люди начинают что-либо уже творчески делать. Вот, хоть в этом направлении я чувствую, что все-таки радио дает такое, знаешь, это вот подстегивает такое направляющее движение, дает людям, что надо творцами быть. Вот, может, как-то еще вот этого коснемся, у нас тут остается 7 минуточек до музыкальной паузы. Как быть-то, вот, как осознать человеку, как определить, себе в карман кладет там, ради своего эго работает, или все-таки трудится человек, или команда людей трудится для общего. Ну, радио это просто для примера привел, ты можешь другие любые примеры привести, просто как каждый дышит. Почему? Мы как раз обязательно сейчас и разберем радио по косточкам в том ключе, чтобы понять... Не до такой степени, стоп-стоп, по косточкам, давай без этого, давай без анатомизма придемся. Да, экстремизм не будем. Хорошо. Ну, в хорошем смысле, как я люблю говорить. Значит, смысл такой, вот я буквально там не далее, как там 3-4 минуты назад озвучил, да, три основных заповеди, которые формируют общественный ход, общинный ход. Просто их надо постоянно разбирать. Почему? Потому что, как мы уже неоднократно говорили, что на сегодняшний день весь народ имеет информационное отравление. И это как бы безусловно так. Почему? Потому что, когда вал информации больше, чем может осмы, как бы, переработать калькулятор, это даже не компьютер, это надо признать. В общем-то, он входит в состояние зависания. Знаешь, как компьютер, то же самое приходит. Поэтому уже вся внешняя информация, даже то, что мы там даем через радио, ты, я там и, в общем-то, все люди, которые присутствуют, она точно так же уже, к сожалению, через эту корку проходит достаточно тяжело. Но без этого никак не обойтись. Почему? Потому что, когда есть альтернатива, хоть какая-то информационная, пока я еще говорю, это еще не, мы еще не утверждаем, безусловно, что есть знания вот то или то. Хотя, я говорю, там, кола ведающих, и те схемы, там, экономические, там, социального бытия, научные, обрядовые, там, духовные, они настолько объемные, настолько широки, потому что я знаю, что это все созидается людьми ведающими. Просто мы, естественно, стараемся это максимально упросить и донести до людей. Но, как я говорил, значит, крани рот, береги землю, держи небеса. Так вот, если человек не занимается повышением уровня своей светимости, то, что я объяснял, что за счет, как бы, чего происходит на обрядах повышения светимости и восприятия света во всех его проявлениях, которые есть одновременно мысль, сила родовая, которая созидает все мире. И это мы в себя принимаем. Так вот, радио – это один из элементов, любой, как бы, источник, который несет там пока информацию, потому что, чтобы информация стала знанием, это как минимум надо в ней удостовериться. Вот. А если у тебя нет первичной информации, то ты гарантированно вот эту светимость в себе будешь терять, и у тебя не будет возможности ее заново, как бы, получить, потому что ты, как вот, люди спят, да, говорят? Люди спят, но вот этот, как капля камень точит, естественно, работа у нас может быть эффективная, может быть менее эффективная. Но ключевой момент, то, к чему стремлюсь я, к чему стремишься ты, Алексей, чтобы люди в той или иной степени, хотя бы в небольшой степени проснулись и начали что-то делать. Вот. Просто что делать, это уже мы можем достаточно четко и конкретно рассказать. Но первый элемент – доверие, то, чтобы возникло доверие, что ты есть тот, ну, я имею в виду не тебя и меня, а каждого, любого из нас. Ты есть тот, который отвечает за бытие вокруг себя. Вот. Если ты этого не понимаешь, ты этого не понимаешь, значит, ты ничего никогда не сможешь сделать. Так вот, как только ты это осознаешь, простую вещь, что ты отвечаешь за событие свое и всего, что вокруг тебя, и ты от твоих деяний в первую очередь зависит, каково это событие будет. Поэтому, как говорю, честь и хвала всем, кто несет информацию, пытается людей будить. Но ключевой элемент, что в конечном итоге люди должны смотреть на нас и понимать, что наш ход, он имеет больше свет, он имеет большую живу, он имеет больше радости, он дает возможность для общего созидания. То, к чему стремятся на самом деле все люди, когда они хотя бы на секунду из этих крысиных бегов выскакивают. Поэтому, когда у вас есть возможность послушать радио, потому что по качеству радио, славянское радио, оно все-таки очень хорошо по подборке. Просто опыт, как я понимаю, нарабатывается, и мы стремимся, и я, и Алексей, и все люди, которые там бескорыстно, еще раз говорю, бескорыстно стараются вот этот общий свет соединить, чтобы он в каждом из нас начал проявляться. Это дорогого стоит. Но это дорогого стоит в итоге, потому что оно сегодня вроде бы не требует от каждого из нас что-то принести. А лучше бы сегодня уже там условно есть у тебя 100 рублей, ты не разоришься и не оголодаешь. Вот возьми эти 100 рублей и отправь на поддержку радио. Вот это совершенно четко. Я тут даже, как есть люди там, вот там есть тысячи, тысячи, есть темники. Я говорю, да давайте выберем темника. Но первое правило, темника выбрали, значит каждый месяц темнику на поддержание наших дел, на отстаивание наших интересов 100 рублей. Готовы? Готовы. Вот тогда начнется что-то. Поэтому в наше время, я говорю, почему мы живем в современности, если ты не понимаешь, что именно от тебя зависит, значит ничего не возникает. И наше дело, оно не в то, что там условно сделать, сколотить доску, написать на ней там три слова и ходить с одиночным пикетом. Это тоже возможно. Но самое первое, я говорю, приложи свое усилие для того, чтобы общее созидалось. И прими эту ответственность на себя. Вот таким образом. Алексей? Ну вот ты хорошо сказал по поводу темника, да, такой вариант. Если уж вы собираете что-то, то в этом случае необходимо, помимо какого-то духовного объединения, еще что-то такое, чтобы вас связывало и на материальном уровне, да, все должно быть гармонично. И на небеса в единстве прибывают. Да, да, да. Вот это и есть тот самый обряд, о котором мы неоднократно уже говорим, только проявленный не около костра, не на капище, не в каком-то духовном месте, а вот вообще в жизни. И получается, что да, вот такая казна из образуется. А скажи, вот все-таки в древности, ну, многие скажут, ну, радио не было. Ну, были волхвы, были ведуны, были наставники, учителя. А каким образом здесь радио-то приписано? Вот к какому уровню радио можно, если уж опять мой пример взяли радио, можно приписать? Ну, понимаешь, по сути, вот что такое вот ведуны, боюны, это все-таки весть. Это в первую очередь весть. И на сегодняшний день, так как вот у нас знание, к сожалению, у большинства людей разрознено, вот ты являешься, как вот радио, является вестью, понимаешь? И только через живую весть, по сути, первый уровень пробуждения у людей и может состояться, потому что первый уровень доверия услышал слово, второй уровень доверия заинтересовался, утвердился, третий уровень доверия получил знание, и по знанию своему уже действуешь. Так вот, ты являешься, как вот радио, является первой дверью, где можешь услышать слово, и если как бы срезонировало, лад в твоем сердце на то или иное слово возник, восприятие, весть до тебя дошла. То бишь, у нас сегодня это работает так, потому что я, как и самое начало, и до сей пары говорю, мы должны пребывать в современности, мы не должны условно идти вперед, с головой повернутой назад. И сегодня, чтобы у нас была весть, это самое главное, то, что нам доступно. И вот в этом формате там есть, условно, телевидение, там огромное количество людей снимает фильмы, там ролики, выкладывают что-то еще. Честь и михвала, потому что, как правило, подавляющее большинство это делает бескорыстно на своем. Но ты, как бы, как, собственно говоря, и я, и любой из нас, есть и семьи, есть и необходимость перемещения. Ну, слава богам, так сказать, какие-то подмоги от Радовича из той или иной общины периодически приходят, ну и, как бы, на том им и благодарень великий. Но, как сказать, у меня-то прямое взаимодействие с людьми, я и там наставление какое-то оказываю, и строительство общин в той или иной степени помогаю, совершаю. Поэтому они, вроде, как бы, понимают, что деяние некое сделанное, деяние бы, как бы, хорошо бы какое-то благодарение за это деяние совершить. Твоя деятельность, она чем сложнее, что, как бы, это та тонкая нить, которая через тебя течет, она не осознается людьми часто, что есть польза и смысл. Но, я говорю, на сегодняшний день это весть. Потому что ты по всей стране, по большому счету, там, через интернет и, естественно, мечешься в хорошем смысле, ищешь тех людей, которые могут в той или иной степени больше или меньше, потому что все мы получающие, все растущие, свить наше миропонимание, и чтобы это миропонимание все-таки стало общим. Почему-то мы родами, народами, державой станем тогда, когда у нас миропонимание будет четкое, и оно станет осью. И вот почему ключевой момент, что радио – это одна, вот твое конкретное радио, то, которое ты ведешь. Ну, а твое, условно говорю, что все-таки это в большой степени авторский труд, твой в том числе. Вот. Оно всех нас, но мы все должны отвечать и за это радио, и за… Поэтому я всегда говорил и говорю, ищите способ. Вот есть 100 рублей, потные ладошки, приди и как бы донеси. Не разоришься, но правды будет больше и в во всем. Потому что говорить мы можем много, но правда начинается тогда, когда ты из плотной ладошки достал вот эти 100 рублей. Вот это правда для всех, для нас. Алексей? Ну да, я хотел поправить, что все-таки это радио не мое, это радио все-таки как минимум коллектива, да. Это, во-первых. Во-вторых, тех людей, которые понимают, что это радио наше, и необходимо здесь участвовать именно. Это народное радио, не просто так, не ради красного славца, назвали его народным. Потому что, еще раз говорю, если оно народу нужно, то народ поддержит. Не нужно, значит, ну не поддержит. Пока с поддержкой плоховато. Здесь такие шутки идут, типа, ну она на ФМ диапазон, лицензия стоит больше миллиона, миллиона чего? По моим данным, несколько миллионов евриков она стоит. Скинемся? Тут, конечно, скинемся. Да, и потом каждый день, каждый месяц на поддержку тоже там многие тысячи. Скинемся? Тут, конечно, скинемся. Я хочу сказать, ну как-то вот скинемся, это в будущем, а живут-то люди у нас сейчас и трудятся сейчас. Так что слова о том, что скинемся, это, конечно, здорово, но пока практика не показывает той действительности, о которой скинемся мы говорим. Так, дальше, как-то ты говоришь в этом, что вот есть первый этап, второй такой, если знаешь, сидит человечек и думает, эх, не на том этапе начал, надо было на втором начинать, там хотя бы денежата были бы. Да. А по поводу вот так, когда мы там говорим про всякие эти там политические перед музыкальной паузой, про политические всякие дела, вспоминается анекдот Советского Союза, когда Корней Чайковский пришел в издательство и показал муху-цокотуху свою, ну, издатель говорит, главный редактор, ну, в принципе, мне все нравится, в Портком сходите, пожалуйста. Кто не помнит, Портком это где вот партийный представитель партии сидел, который проверял на лояльность к партии, там, что говорит, тут с ним еще посоветуюсь. В принципе, я все пропускаю, хоть завтра уже печать начнем. Но он приходит в Портком. Здрасте, здрасте, я, Конья Чайковский, с чем пришли? Вот, с мухой-цокотухой. ЦК что? Центральный комитет партии имеется в виду, кто не понял. Ладно, давайте слушаем музыкальную паузу, не очень длинную, четыре с небольшой минутки, есть возможность у вас отойти на некоторое время и вернуться обратно, и потом продолжаем разбирать заявленную тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что у нас сегодня 21 апреля 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных десятый день месяца посева на речении, 7524-го лета, третейник. Копное право в настоящее время – такова тема сегодняшнего нашего эфира, главный соведущий Сурьяр. И, в общем-то, достаточно интересно у нас развивается беседа. О чем еще поговорим? Ну, поговорим то, о чем было заявлено, наверное, о том, как должны организовываться общины или какая возможность их организации. Давай, давай. Вот. Просто так как, как и я говорил, и ты говорил неоднократно, что я все-таки езжу достаточно много по городам и весям. И, в общем-то, в нескольких городах, включая и Москву, и Питер, есть общины, которые принимают меня как духовного наставника. И, собственно говоря, по тому наставлению, по тому пониманию, которое мы, сообща с ними, как-то вырабатываем, там жизнь либо строится, либо не строится, если не принимаются какие-то вещи. и поэтому смысл как бы события, да, то, о чем мы говорим и часто это слово используем, что землю держать мы можем только сообща. Роды сохранять, сберегать мы можем только сообща. То бишь, каждый из нас, да, там есть, конечно, красивые фразы, типа, как там, один в поле не воин, другой, но если, типа, по-русски скроем, то, значит, и один в поле воин. Да, конечно, хорошо, красиво, но как бы мы сейчас хотели бы наблюдать вот этих героев, которые в состоянии отстаивайте себя и свой рот в одиночку. Вот, ну, почему-то даже в наших, так называемых, отечественных фильмах особо таких героев нет, потому что все работают с кем-то в скупе сообща, почему, откуда слово попа, скупа, что мы делаем сообща. Поэтому мы в конечном итоге должны понять, что наша традиция, наши обычаи родовые только тогда, собственно говоря, обретет максимальный смысл и силу только тогда, когда мы в своей жизни повседневной начнем следовать нашим родовым обычаям. То бишь, тому ряду родовому, в котором мы могли бы находиться, если бы в свое время не, как бы, инородным пришедшим не удалось сдвинуть нас в сторону достаточно сильно и увести так далеко, что мы заплутали очень серьезно в этих всех движениях. И сейчас только-только пытаемся вот через весь этот морок прорваться и прийти к некому более цельному пониманию. И почему, я говорю, вот эта вот ключевая позиция, что делать мы должны сообще. Потому что если, как бы, кто-то, не знаю, кому-то приходилось строить дом или что-то еще там, он прекрасно помнит, насколько быстро, ну, если с таким опытом сталкивался, потому что в свое время мне и отец рассказывал, как у них называлось в деревнях тех, которых жило, ну, точно так же по местной помощи, что собирались родовичи и в течение там одного-двух дней, в общем-то, ставили сруб. Собирали для молодоженов или там для погорельцев. И это делалось сообща. И ни у кого не было необходимости идти в некое кредитное учреждение и брать там под какие-то немыслимые проценты деньги. Почему? Потому что у всех было общее понимание и способность к общему созиданию. Поэтому одна из больших проблем в большинстве из голов наших родович, это неспособность пока еще к общинному событию. Потому что событие само по себе подразумевает не просто красивые слова, а я говорю как вот то же самое перед музыкальной паузой. Когда ты условно взял и оторвал свою задницу от стула, от скамейки и пошел, сделал нечто, что будет полезным для твоего рода. Потому что та единица, от которой мы, в общем-то, считаем свой народ, это единица. Это не семья. Потому что семья, она не в состоянии, в общем-то, сохраниться одна в родовом ходу. Поэтому мы, я говорю, сейчас свое миропонимание заново включаем. То есть вот этот тот морок, который был внедрен нас, пытаемся развеять и увидеть друг друга и увидеть возможность взаимодействия. Так вот, любая община, она строится на четырех позициях. Если одна из позиций отсутствует, значит, община не может быть общиной полного цикла, я говорю там, ну, либо просто содружество, либо обрядовое содружество, либо круг по интересам. Как в большинстве случаев, вот те общины, которые у нас есть, они просто круги по интересам. И это надо признать полноценно, что они не являются общинами, скажем так, полного цикла, да, что нет того строя, который бы позволял им жить друг с другом в ладу, в единопонимании, в единотворении и держать ту землю, на которой они живут. Поэтому, я говорю, вот ключевой момент для нас, да, как вот щелчок включения для каждого из нас и для всех нас, как сообщества родовичей, идущих в родовом быте, тогда, когда мы поймем, что нам надо соблюдать свою святость, светость, и следовать родовому обычаю в со-бытие друг с другом, то бишь созидать со-обща. То есть, кто нам мешает? Ну, никто вот нам не мешает, условно, даже живя в большом городе, если родовичи реально хотят жить, не просто красиво говорят про правильное друг с другом, и хотят жить, сообщать, строить, сообщать землю. Кто вам мешает, условно, если у вас есть там жилье, в одном месте продать, а в другом месте, условно, сообщать, даже купить тот же многоквартирный дом. Хотя я сторонник как раз жития на земле, но есть те, которые, родовичи, которые не мыслят себя пока вне стен города. Ну, а если вы в одном месте поселились, если у вас есть общее какое-то понимание, которое, естественно, должно быть достигнуто до того, как вы съехались на место, потому что большинство общин разваливается на каких ключах, что люди между собой не договорились, но не потому, что они плохи или хороши, а просто уровень их миропонимания и миропонимания недостаточен для того, чтобы вот этот образ увидеть в достаточно большом объеме и между собой договориться о том, как они. Каждый себя увидит в этом образе, как они этот образ сообща обсудят, породят и будут в этом образе жить. И с одной стороны он возникнет сначала в головах их, по-своему в НАВИ, потом они его притворят в Яве. Вот. И еще одна из проблем, из-за которых большинство общин рушится, это желание верховод быть не служителями родов, а желание поруководить, покомандовать. Ну, или там часто начинают проявлять корысть, потому что одно дело, когда есть общий уговор и есть понимание об этом уговоре, что да, мы собираем общую кассу, общий корж из этой туда-то, туда-то по распределению общему распределяется. Ну, и бывает часто злоупотребление. В старое время за это бы, конечно, наказывали очень жестко. Сейчас мы, как бы, смотрим часто на послабление тех, кто претендует на какие-то более высокие позиции в наших родах. Смотрим с послаблением на их, в общем-то, кривые ходы. Это тоже неверно. А происходит это от того, что человек может быть имел какой-то авторитет, может вознёст себя на тот авторитет. И у других чаще всего не хватает ни духа, ни силы, ни понимания, чтобы условно приземлить его обратно на землю и показать ему неправильность его хода, его движения. Поэтому, чтобы нам, вот, как бы выйти в следующий ход, это у нас сейчас такая, как время ломки-перестройки, что наше старое миропонимание, оно рассыпается, так как оно нерабочее, в общем-то, привело нас к достаточно большим проблемам. А новое миропонимание, оно ещё не проявлено в достаточной степени, чтобы мы могли его, безусловно, принимать и двигаться. Но ждать, когда оно будет проявлено там условно в золотых скрижалях или там на золотых пластинах вновь написано, потому что старые пластины сейчас в большинстве случаев не работают уже, потому что миропонимание и в небесах, и на земле оно поменялось очень сильно. И почему я говорю, что мы заново должны сейчас осмысливать и выходить в то видение, в то понимание, которое позволит нам, нашим родам, выживать, развиваться и процветать в настоящее время. А не плакать на то, что нас кто-то обул, у нас кто-то отнял, нас где-то обманули, потому что мы должны принять простую парадигму, что каждый из нас и все мы вместе отвечаем за то, что мы имеем. И никто другой за это не отвечает, потому что это все, что есть, это все наше. Так вот, как я сказал, основные проблемы развала общин – это корысть и недостаточное понимание большинства руководителей и, как сказать, нежелание самих родовичей, непонимание самих родовичей, что надо, с одной стороны, уметь договариваться, а с другой стороны, просто принять эту мысль, что община, род – это единственная схема, в которой возможно как минимум реальное выживание. Вот и все. Потому что если этого нет, значит ни у тебя нет возможности ни созидания, ни развития, ни защиты, ни, собственно говоря, того социального окружения, того общинного содержания, которое необходимо каждому человеку. Поэтому, я говорю, есть четыре основы, которые, собственно говоря, формируют общины. Первое – это общий уряд. Это значит то, о чем мы договорились, то, что мы называем «искон покон». То, о чем мы договорились сообща, приняли как договор верности друг другу и договор совместного созидания на земле. Но так как понимание у большинства родовичей, к сожалению, пока еще недостаточно развито, чтобы самостоятельно этот документ обрести или составить, то вот надо поискать те, которые помогут вам этот общий ряд, с которым вы вдруг примете сами для себя и будете в обязательном порядке, ряду исполнять. Это первый пункт. Это принципы нашего взаимодействия на земле в горизонтальной плоскости. Второй – это общий обряд. Общий обряд – это то, что мы, следуя колоходу или кологоду, или как бы за движением светила нашего, сурьи в небесах, совершаем определенное количество обрядов. Ежегодно для чего? Для того, чтобы сохранять, поддерживать и упрочать связь между небесами и землей. Вот. Но есть как бы определенная проблема, но она не является на сегодняшний день глобальной. Просто мы все возрастаем, что сила обряда, она тоже нарабатывается. Коло родовичей вокруг огня стоящих, оно постепенно склепывается, оно постепенно набирает силы, оно набирает общую светимость, и сила обряда возрастает. И вот когда сила обряда достаточно возросла, вот это вот преображение внутреннее каждого родовича и пола родовича вокруг огня стоящего, оно достаточно зримо и четко воспринимаемо. И вот когда вот эти две позиции у нас соединяются, ряд земной, то есть общий уряд, второе – это общий обряд, уже тогда, собственно говоря, община, как содружество родовичей, готовых к деянию. Почему? Без обряда, как правило, это тоже не возникает, потому что мы разъединены настолько, что единство без обряда и правильного проговора взаимоотношений друг с другом не возникает, а только в единстве достаточно высокого уровня мы можем сообщаться-зидать, потому что это не чисто коммерческое предприятие, где там все ищут какую-то свою корысть или в лучшем случае выгоду, а это дело нашего общего жития, наше событие под небесами, на нашей земле. Третье, то, что особенно важно сейчас, это общий кож или общая касса, потому что каждый должен внести свою долю в свое бытие сегодняшнее и в свое бытие будущее, потому что вот это у нас основной камень преткновения, потому что я понимаю, что людей столько раз обманывало и обманывали и власть преддержащие, и обманывали, в общем-то, и люди достаточно близкие, поэтому вот этот элемент, он очень тяжело проходим, но без него мы, опять же, ничего не можем сделать. Почему? Потому что наш общий ряд – это правило, но основным инструментом сегодняшнего дня взаимодействия Радовича и объединения сил первичных – это собирание общего кожа, потому что через него мы взаимодействуем друг с другом и с окружающим миром. Это все область земного плана, то есть горизонтальный эфир. И вот у нас три позиции возникают. Первая – общий обряд, третья – общий кож. И общий кож, он там достаточно на четкие несколько позиций должен распределяться, и решения о его распределении принимаются именно как раз на копе, сообща, чтобы каждый взял на себя ответственность за это распределение. И только когда он увидит, что это наполнение возникает, и это наполнение правильно распределяется, вот здесь и возникнет доверие и уверенность высокого уровня. Каждый из нас в этом плане душевно вырастет. Это три позиции, которые позволяют, в принципе, горизонтальную общину с элементами духовного события в виде обряда уже реализовать. И четвертая позиция, которая необходима всем, это принятие духовного наставления, то бишь община должна стремиться к тому, чтобы найти либо волхва, либо человека ведущего, либо хотя бы сведущего, который будет осуществлять вот это духовное наставление и будет связующей вестью с одной стороны помогать взаимодействовать с небесами, а с другой стороны со всеми остальными родами приходить в единство. Потому что ведающих у нас сейчас мало, но и много их никогда не было, но сейчас катастрофически мало, есть такая проблема. Но тем не менее, я говорю всем людям, которые уровень понимания уже позволяет выходить на какое-то соединение, со бытие, надо понимать, что без поучения веды, без постижения духовного какого-то начала своего, без его развития, мы точно так же будем постепенно сходить на нет. Потому что светимость наша без события в духе, она будет падать. Вот четыре позиции, которые, собственно говоря, определяют любую общину. Есть она или нет. Любую из позиций мы убираем, есть определенные проблемы. Нет общего коша, значит, деяние в яви не возникает. Нет общего обряда, значит, связь с небесами будет утрачена. Нет общего уряда, значит, будут постоянные склоки и проблемы и непонимания. Нет наставления, значит, развитие в духе для всей общины окажется под вопросом. Вот примерно в общих чертах, тут можно разбирать достаточно широко и плотно, ну, там, может быть, какой-то там из последующих бесед, мы еще раз к этому вопросу вернемся и, может быть, попытаемся разобрать его подробно. Сегодня будет, пусть для вас это будет вестью первичной информации, которую попробуйте обдумать, попробуйте, может быть, дополнить по-своему. Может быть, у кого-то появятся, накопятся вопросы, которые, в общем-то, по мере своего понимания мы всегда сможем ответить. Алексей? Ну что ж, переходим к музыкальной паузе. Ага. Ага. А потом после этого, наверное, уже вопросы будем рассматривать, да? Ну, да, там у нас минут 15 на вопросы еще останется. Хорошо. Ну, коротенькую музыкальную паузу, да, запускаю. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 21 апреля 2016 года четверг, по одному из сталиных десятый день месяца посева на речении 7524 лета третейник. Копное право в настоящее время. Сурьер главный у нас докладчик. А я хочу нашим слушателям, здесь вот прозвучало, или не прозвучало, написано было про слово пучок. Говорят, все идет пучком. Вот наши радиослушатели, уважаемые, как вы думаете, а что значит вообще слово пучком, что значит фраза «все пучком»? Вот пока думаете, мы переходим к вопросам, вернее сказать, к ответам на вопросы, которые, напомню, принимали из чата Народного Славянского Радио. Чат Народного Славянского Радио находится на сайте Народного Славянского Радио. Так в любом поисковике набирайте Народное Славянское Радио. Дальше ищите на сайте, на который перейдете в slavmir.org, слово «чат», нажимаете на него. Дальше вам нужно будет зарегистрироваться, если вы еще не регистрировались. Это очень быстрая процедура. Логин, пароль и e-mail указывайте. На e-mail приходит ответ. Дальше нажимаете ссылочку, и вы уже полноценный пользователь. Только единственное, придумайте такой логин, пароль, чтобы вы не забыли его. А то потом начинается «Ой, я забыл», напомните и так далее. Итак, первый вопрос от Сергея, сына Леонидова. Вопрос в эфир. Земной поклон Сурьяр на сайте держава.тудэй. Ряд статей за подписью Сурьяр. Это твое создание? Есть ли книги у тебя? Ну, есть и книги, и статьи те. То есть, это ты там пописываешь, да? Пописываю, пописываю. Ну, хорошо, ладно. Ответ. А какие книги, кстати, и где их можно взять? Взять, взять, взять. Взять, наверное, сейчас пока негде. Там в элегантном виде что-то есть в интернете. Там в ближайшее время. Сделаю обновление, еще две книги, наверное, выложу. Одно там по родовому устою нашему, а одно по семейным взаимоотношениям на новом этапе. Ну, там, как она, брошюра, страниц на 30, на 40, наверное. Ну, то есть, не крупные такие здания, не Лев Толстой пока еще, да? А так, маленькие. Нет, нет, Лев Толстой. Кстати, Лев Толстой одну хорошую фразу, он их много сказал. Ну, правильно говорить. Злые люди побеждают хороших людей. Почему? Потому что они объединяют. Хорошим людям надо делать то же самое, просто объединять. Хорошо, правильно сказал. Мудрый дядька был. Так, ну что ж. А, кстати, я в печатном варианте не пытался там ни с кем поговорить, чтобы о такие брошюрке... Нет, нет, есть у меня и в печатном варианте книга, просто сейчас тут осталось, там, порядка 200 экземпляров, но я для вот школы родовой мудрости там оставил, чтобы людям легче. Жизнь со смыслом называется. Ну, видишь, как здорово. Хорошо, чтобы... Ну, ваше время, вылазь на большую часть сюда, там, на державе туда и как раз. Ну, да, ну, хорошо бы тоже еще ссылочку так присылать, чтобы могли тоже эту ссылку предоставлять, что если хотите, вот, пожалуйста. Дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Сурьяр, здравие. В каких случаях во времена копного права родители не благословляли молодоженов? Много ли общин, по которым ты ездишь, непосредственно живут по копному праву? Или еще в основном идет стадия возрождения? Остановление древних русских обычаев. Благодарю. Ну, в большинстве случаев все-таки идет стадия остановления, да, потому что для меня там, я сказал, почему вот эти четыре позиции квадра, это оно ключевое, да, общий уряд, общий обряд, общий корж и принятие наставления, чтобы... Вот. Те или иные общины, да, там, стремятся, как бы, в этом... Я говорю, болезненно, это наиболее болезненно сегодня людям, это понятие об общем кошек. И когда уже много-много раз говоришь, я говорю, причем надо очень четко акцентированно приходится говорить, я говорю, мне от вашего кошек ничего не надо, это все ваше, только ваше, и вы только сами в состоянии расширения. Но тогда вы станете теми родовичами, которые отвечают за себя, за свою землю, за свой род, за свою общину. Вот только тогда. Если нет, значит, вы, ну, как бы, добрые, хорошие люди, как говорили некогда большевики-попутчики, ну, как бы, не в единстве созидающие, в событие не пребывающие. Я не критикую, я просто говорю, чтобы вы сами понимали, что кроме нас, нашу землю и нашей роды никто не построит, никакой, никто не даст нам, как говорится, избавление, ни бог, ни царь, ни герой, а добьемся мы своей правды только своей собственной рукой. Так, немножко. Я думал, да, ты будешь цитировать интернационал. Ну, ладно, хорошо. А по поводу благословения молодоженов, все-таки, в каких случаях временокопного права родители не благословляли молодоженов? Ну, как бы, считалось, что, по сути, считалось, если оно правильно считалось, что уважение к предкам и к родителям – это основа вообще миропонимания любого молодого человека, вступающего в жизнь. У родителей на тот момент и дедов, и, возможно, и прадедов, у кого были, у них было достаточно четкое установление, каким образом они хотят видеть продолжение своего рода. Почему? Потому что, когда ты, говорит, держишь там сына или дочь на своих коленях, ты держишь всех потомков своих, которые будут через это. И точно так же ты там, условно, сидишь на коленях у всех своих предков, потому что вот это событие рода в вечности – это ключевое понятие родового исхода. И, соответственно, я говорю, слово «родители», оно всегда было определяющим до определенного, опять же, момента. Потом это было все порочно. Но, опять же, если человек из других родов, которые не знают, и на родине, как правило, люди не давали благословения, и в то же время по разным местностям там было где-то более жестко, в том плане, что только по благословению, вот, как бы, условно, там бывало, что впервые женихи неверные там буквально только перед свадьбой один раз свиделись кое-как, и все, мирком, лотком, да за свадьбу. А в некоторых там, да, как бы было послабление определенное, и, как бы, вот эти вечерки, смотрины, когда молодежь там собиралась в одной или в другой избе, и они просто там какие-то игры делили, смотрели друг друга, приглядывались, ну и потом там, условно, приходил пару родителей своих, говорит, вот глянулась мне та-то, засылайте сваток. Вот, ну и, соответственно, как бы, так как родители уже, вот это послабление, я не скажу, что то или другое хуже или лучше, почему, потому что и в тех, и в других случаях есть какие-то осложнения, но, как правило, так как устой был один, уряд на всех один, то вот эти семьи были крепки и множились, и роды наши, соответственно, множились. Поэтому инородные, больные, из чужих мест, как бы, из худого рода, ну просто почему, говорит, какого ты рода племени, я не знаю, просто да, там вот глянулась, говорит, ну вот у нее там то-то, то-то в роду уже было, и вот это, и вот это, там, и за ней, может быть, что-то еще. Благословения нет. Ну и как бы доходило до того, что молодым там, если как бы упорствовали в этом деле, ну, собственно говоря, собирали условно свои вещички и отправлялись в места другие, потому что здесь им, так как, ну, не вышли из родового обычая, здесь уже им жизни не было, не предполагалось. Хорошо, вопрос Васильевича, как копное право соотносится с родовым правом и другими правами, как копа, ведь копа – это не конечный вариант решения вопросов и общения внутри отдельно взятого образования общины. Подожди, копа не конечная? Ну, как копное право соотносится с родовым правом, другими правами, ведь копа – это не конечный вариант решения вопросов и общения внутри отдельно взятого образования общины. Копа-то как раз ближе к конечному, потому что то решение копы – это уровень закона. Ну, закона по-современному, уровень, как бы, того, что, безусловно… Окончательное решение для исполнения. Да, это копа. А то, что род между собой какой устой имеет, это, как бы, все-таки это дело самого рода. И тех старцев, и тех мудрых, которые в этом роду жили и живут. Вот, и все. Поэтому тут это разные схемы, просто условно родовое право, оно не противоречит копному праву. Потому что род, семья входит в род, право рода выше, а род входит в общину. Община в данном случае формирует копу. И поэтому копное право, оно, если род принимает, они, как бы, не в противоречии, но, как бы, при разборе полетов, условно говоря, копное право доверяет. Потому что несколько родов собрались, и один род говорит, вот нам надо бы на это. Но это может противоречить общему, но принимается все-таки общее. Тогда уточнение от Васильевича. А какие еще виды прав были, существуют, как продолжение копного? Продолжение копного? Так, 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 так. Прямо так, навскидку, не отвечу. Почему? Потому что несколько прав было, ну, там, даже не укладов, а, как бы, выделений, там, земельные, там, как вот, разбирать межи. Но это уже, я говорю, все более позднее, это когда общины. Потому что то, что, скажем, нам осталось в осколочном виде, по большому счету, копа практически это живое из-за покона творчества, которое в постоянном режиме пребывает. И поэтому где-то, допустим, в Архангелогородской губернии, у них там не ловили рыбу. У них там вот эти свои дополнения покона. В степи, там, степняки, те же наши русы, там, занимались выпасом скота. У них вот как там, как клеймить, как считать скот, как в случае падежа или там угона должны разбирать. Это все дополнение, но это все, как бы, в основе копное право, которое, вот так говорят, единогласно и по той основной теме, что род должен продолжить свое событие, вечности, в данном случае общинно. Алексей? Здесь, наверное, надо, да, еще отметить, когда ты стал говорить про то, что одно с другим и связано, и не связано. Здесь надо понимать, что внутрисемейное право – это одно, родовое право – это другое, семейное право – это устои внутри семьи. Вот как папа с мамой и муж с супругой договорились между собой, супруги, да, они живут по тем устоям, которые вот в этой семье приняты, как им там бабушка, дедушка передавали. Вот они между собой эту класс содержат. Это одно. Но когда мужчина или женщина выходят в общину, то они уже подчиняются именно уже копному общинному праву. То есть дальше следующее – это уровень общинной права, да, а вот над общинным – это уже копное право, которое управляет этой общиной. А дальше уже, естественно, если мы переходим от общины выше, это уже весевое право, то, которое уже все весь охват, когда общины между собой как-то контактируют. Вечевое право – это когда уже еще большее, и когда там уже выборы идут для державы, те, кто управляет державой, князья и все остальное. Поэтому, с одной стороны, все это связано, с другой стороны, каждая существует в каждой местности, в каждой семье, как говорится, в каждой избушке свои погремушки. Вот, дальше давай, Дмитрий из Донбасса. Здравия с ведущим. Сурьяр общался ли ты с ведунами, старцами и в старовежеских общинах, как они предполагают сегодня практику копного или вечевого права. Например, в виде профсоюзов или все-таки по местности, по месту жительства, как вариант, учитывая ведические знания в отношениях людей. Обрыв связи. Так, произошло у нас небольшое отключение. Отключение Сурьера. Сейчас мы попробуем восстановить связь, и после этого я буду продолжать наш сегодняшний эфир. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Связь восстановлена, продолжаем разговор. Ну, я уточнил до отключения о том, что было семейное право, было общинное право, было потом копное право, весевое, вечевое. И, с одной стороны, они были самодостаточные, с другой стороны, так или иначе, между собой связали, потому что вершиной, если это правильно можно опять же назвать, это было избранность уже князя или царя, то есть царя самого достойного из князей, который управлял державой на доверенный ему срок, вернее, недоверенный на назначенный ему срок. А внутри семьи, как я сказал, в каждой избушке свои погремушки. Это Сурьяру, я напоминаю, для того, чтобы он как раз выпал в этот момент. Да, я немножко уточню все-таки. Вот, насчет царя, или царя, да, он не являлся самодержцем, потому что его как раз уравновешивало кола ведающих, по большому счету их. И было как бы две схемы еще тоже в разные времена, что на мирное время стародцы, как вот в Велесовой книге, а князь в это время занимался просто работой с дружиной, обучал их, ну и, собственно говоря, пределы земель охранял. А на время боевых действий князь выходил на первую позицию. Вот таким образом тоже было. Поэтому, как бы, самодержец, как таковой, он не является фигурой висящей в воздухе. Есть те, которые дают ему легитимность, условно говоря, да, воспользуемся таким словом. Да, как раз я на это намекал. Одна из проблем, сейчас, секунду, одна из проблем, в связи с чем Владимир, князь так называемый, киевский, бросился и народные верования сюда тащить, потому что большая часть волхов ведущих его не признавала, как бы, полноценным князем, имеющим право сидеть на великокняжеском престоле. Это, как бы, тоже люди упускают. Почему? Вот это и ключевой момент. Поэтому это то, что мы говорили, горизонталь, поднимающаяся вертикали из трех варн. И варна, ведающих, она, как бы, вне, как бы, родовой структуры, земельной стоит. Потому что она связывает все во единое целое. – Да, как раз я про это говорил, что избиралось все поступенчато, и не просто так назначили, теперь он, вернее, выбрали, теперь он счастливый, как это у нас происходит сейчас. Именно назначали на определенный срок. Но всегда он был ответственен перед теми, кто его назначал, и всегда он нес ответственность перед теми, кто его назначал. Не просто так сел, воцарился на троне довольно счастливый, и дальше в ус не дуй, хоть потоп. И правильно-то я заметил, что для разных случаев были разные правители. Кто-то был ханом, воеводой, а кто-то был царем или князем на момент какой, или в мирное время, или в военное время. Но всегда рядом находились или бояры и мужи, или ведуны, а может быть и те и другие, которые всегда не просто при царе были, зависели от него, а это царь, князь или воевода, зависим был от них. Потому что они были сосредоточены мудрости, и по сути дела... Поэтому темники и держат хана. По большому счету, то, что мы разбирали. Не хан сам по себе, а именно он, опираясь на темников. Ну, то есть, скажем так, он исполнитель того, что необходимо исполнять, того поручения, которое через народ... От народового хода, да. Да, который от народа поступает к вот этим вот людям, и они уже через свои уста доносят до него и дают программу действия, что необходимо выполнять. То есть, ты обязан это выполнять на благо родов, на благо нашей державы, на благо всех людей. Вот в этом заключалась задача вот этого самодержавия, в правильном смысле, когда общество самодержавное, а не царь самодержавен. Не царь себя держит, а общество само себя держит, как раз благодаря тем устоям, конам по конам, о которых мы сейчас говорим. Итак, следующий вопрос. Дмитрий из Донбасса. Здравия с ведущим Сурьяр. Общался ли ты с ведунами, старцами староведческих общин, как они предполагают сегодня практику копного или вечевого права, например, в виде профсоюзов или все-таки по местности, по месту жительства, как вариант, учитывая ведические знания в отношениях людей, в отношениях людских? Ну, как бы мнений, с одной стороны, достаточно много, да, общение в этом ключе у меня идет достаточно регулярно, постоянно, вот. Но, говорит, где мы разошлись, нам бы оттуда и начинать. То есть, где мы потеряли право, возможности, умения жить на своей земле, когда мы перестали быть поместными, там, родовыми общинами, нам от силы надо, как бы, научиться и строить. То, что, как бы, обретать, там, через профсоюзные движения, это уже, как бы, ближе к сословному, партийному строительству. А, как бы, не имея корневой основы, умения управлять, хотя бы, малым участниками, частями земли, мы не можем двигаться правильно дальше. Нам надо восстановить корневую основу и потом уже выращивать ствол. Алексей? Хорошо. Следующий вопрос от Виталия. Вопрос в эфир. Разве государство не предполагает наличие государя или царя? Именно слово государство здесь ключевое. Ну, поэтому мы слово государство стараемся не употреблять, а употребляем слово держава, потому что смысловое составляющее все-таки тут расходится. Мы не будем сейчас углубляться в этимологию слова государь, государство, и, опять же, разбирать по кодово-слогону или по буквичному вопросу. Используем слово держава, о чем? Держим. Держим сами себя. Вот и все. И держим на основе своего миропонимания. А вот этот элемент, который нам часто пытаются навязать, что вот только князь там типа вот проявился, и князь должен держаться тоже на плечах тех, кто крепко стоит на земле. Ну да, нормандская теория хорошее подтверждение тому, что пришел некий князь, и с той поры образовалось государство российское, а до этого было не пойми что. Вот этот подход, он немножечко, а может быть множечко, не совсем наш, а может быть совсем не наш. Поэтому мы сейчас говорим о державе. А держава все-таки это когда каждый член державы так или иначе участвует в ее создании, но статус человека определяется не то, кто громче кричит, или какой там пяткой до груди дотянется, себя стучать, начнет пяткой в грудь, вот, или у кого больше барыша. А здесь именно по тому, что ты можешь сделать для державы. Вопрос ставится иначе. Что хорошего ты можешь сделать для родов, для державы, для того, чтобы всем жилось хорошо по праве, в ладу с природой, по заветам наших предков. Вот в этом и отличие от того, что нам пытаются преподнести как будто нашу древность. И все, получается, я говорю, все варны, они растут три, они растут от земли, потому что четвертая растет и от неба одновременно. Любой человек, он должен обличен быть доверием тех, кто его знает и с кем он живет, условно, на одной улице. И только тогда он как бы дальше начинает восходить уже по своим качествам возрастая. Вот задача державы как раз каждому члену этой державы, этого общества дать возможность развиться так, как он должен развиться со своим предназначением в этой жизни, для чего он в эту жизнь пришел. А современное общество, которое идет по другим устоям, укладам, оно не считается с тем, для чего ты пришел в эту жизнь, ты должен встроиться в ту систему, которую построили, то есть стать винтиком в этой системе, или винтиком, или шестеренкой, или замком, или ключом от замка. Вот в этом основное отличие от державного нашего мировоззрения. Так, следующий вопрос. Наверное, последний, Алексей, уже по времени. Уже все, убегать тебе надо, да? Ну ладно, что печально, ну хорошо. Вопрос в эфир от Владимира Измитича. Пять град, все равно понемножку. Лучше 40 раз по разу, да. Вопрос в эфир от Владимира Измитича. Сурьяр, при каком минимальном количестве членов КОПа можно получить практически верное решение? На какой ступени выборов с ходататой не будет отражать интересы члена самих низов? Самых низов? еще раз конец повтори. На какой ступени выборов с ходатай, ну с ходатай, и с ходатат, и с ходатай, тот, который приходит от представителя, не будет отражать интересы члена самих низов? Я и говорил, что как бы более развитый социальный уровень, это когда сословные, когда от каждого сословия по большому счету равное количество с ходатай. Поэтому лучшие от тружеников, лучшие от веси, лучшие от витязей, и собственно говоря, вот они и являются КОПы. Но то, что от какого количества людей на КОПе принимаются верные решения, там нет количества людей, зависит, а от качества. Вот, когда уже достигли определенного уровня единопонимания и, скажем, образ события для каждого из них он понятен, тогда и вопрос договаривается. Но это тоже может быть не один месяц, может не один год. И при условии, что есть тот, который может объяснять какие-то общие элементы события. Поэтому тут не вопрос, опять же, я говорю, количества, вопрос качества, насколько люди готовы и в состоянии достигать решений. Ну, ясно, хорошо, тебе надо уже убегать, давай в заключение что-то доброе, вечное скажи, и я тогда уже в твоем отсутствии буду завершать эфир. Ну, добрый, как бы у нас часто так получается, что вот четыре основных коллагодных дня, есть встречи, вот сейчас в эти выходные по какому-то из календарей, скажу так, ну, по тому, которому следую я, мы будем отмечать праздник Кириллу Вешнева, будем славить сурью солнца наше, огонь добрый зажигать, добрые требы приносить, хороводы водить, радоваться и обретать больше уверенности и силу в своем будущем. А так, поддерживайте доброе, светлое, вечное. Хорошо, благодарю тебя за участие, все уже, прощай на сегодня и до скорой встречи через неделю, надеюсь, мы встретимся, да, в очередной раз, в следующий, через неделю, то есть 5 мая у нас получается. Вот, так что продолжим разбирать заявленные наши темы, может быть, еще и по копному праву там что-то скажем, вот те вопросы, которые не подняли. Всегда немножко возвращаемся, чтобы нить как бы общего знания она не растекалась. Ну ладно, все, не задерживайте, давай собирайся, тебе еще путь предстоит. Всем здравия. Да, а нашим радиослушателям уже как бы заключение скажу, что вот, когда я задал вопрос, что означает фраза «все пучком», и здесь были ответы интересные, кто-то писал, что, ну, пучком, значит, в пучке все, что пучок, это одну веточку легко сломать, когда пучок, то уже сложно, такой вот образ в голове пучок, значит, единение и так далее. Пучок цветов, вязь цветов или связка цветов, кто-то писал, что пучок – это связка или связка, ну и так далее. И было написано, что пучок – это фашина. И на самом деле, если вы обратите внимание, то фашина – это объединение. И это как раз вот тот итальянский фашизм, который потом природился, вот эту нацистскую такую основу получил, во что это все родилось, он, в общем-то, имел изначально именно объединительное такое значение. Там как раз слово фашина древнее. Мы уже сегодня говорили о том, что этруски когда-то итальянцам, латинянам дали очень много знаний, как раз много слов от этрусков, от славянских родов перешло к латинянам и потом через латинян во все другие языки. И вот как раз там фашина, оно обозначало как объединение, как что-то цельное, пучок, связка, все вместе. И вот чтобы меня не обвинили в каких-то там домыслах, давайте-ка вот просто-напросто открываем Великую Отечественную войну. Великая Отечественная война. 23 июня-29 августа 1944 года. В это время происходила белорусская наступательная операция под кодовым названием «Багратион». Крупномасштабная операция Великой Отечественной войны. И я предлагаю вам убедиться в этом самим. Можете открыть упоминания об этой войне, можете официальные хроники открыть и почитать, что там применялось, какие там сооружения, какие приспособления применялись. И вот в частности, можете прочитать, для прохода танков изготовлялись бревна и фашины, связанные охапкой хвороста. Связанные охапки хвороста. Из них саперы и танкисты должны были настилать гати, специальные дороги в болотах для танков. То есть, слово «фашина» – это означает связанный, связка, некий пучок, то есть, объединение вместе чего-либо тоненького. Это могут быть очень тонкие прутья, очень тонкие жерди, это могут быть ветки, что угодно связано вместе. Так что слово «фашина» применялось официально в 1944 году в сводсках советского нашего командования, которые подавались наверх. Это древнее наше слово. А вот какие негодяи и паразиты уже это исковеркали, это, скажем так, на их совести. А какие потом люди, которые не понимают нашей древности, начинают повторять глупости, вот это уже на совести тех, не знаю, слово «недоумки», может быть, если оно подходит, может, нет, кто-то, может, ругаться на меня начнет, но тех, кто пока еще не понимает нашей древности. Пора как-то начинать разбираться, где новодел, который коверкает нашу древность, где правда, которая отражает нашу древность. И вот если вы во всем этом разберетесь, вот тогда вы будете становиться здравомыслящими людьми, которые умеют отделять зерна от плевел и которые умеют разбираться в жизни. Если вы разбираете жизнь, тогда вы становитесь хозяевами в этой жизни. И еще тоже в заключении хочу от себя сказать, что есть такая очень известная поговорка о том, что если народ не кормит свою армию, то ему приходится кормить чужую армию, и кормить приходится ее больше, чем свою родную. На основе этого можно продолжить. Если народ живет не своими устоями, то ему придется жить по чужим устоям, и не в свою пользу, и не для своего блага. На этом я хочу с вами попрощаться. Напомню, что 21 апреля 2016 года четверг по одному из современных календарей. Десятый день месяца посев и наречений 7524-го лета третенек по одному из старинных календарей. Мы сегодня разбирали с Сурияром тему «Копное право» и «В настоящее время», как оно себе может показаться, организация общин. Некоторые вопросы остались не заданы. Думаю, что по возможности мы эти вопросы зададим в следующей передаче. А всем нашим радиослушателям напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата, уже не повторяюсь, как в чат попасть. Также напоминаю, что у нас на сайте работает форум, там очень много информации разный, есть полезный. У нас также работает первая славянская социальная сеть, где ваши данные не будут кому-то передаваться. Там есть поперленная форма защиты. Также призываю всех участвовать в создании радио. Если вы умеете нарезать, работать с музыкой, переводить в музыкальные форматы, пожалуйста, присоединяйтесь. Давайте будем увеличивать объем информативности, информации, аудио на нашем радио. Если вы работаете с музыкой и любите что-либо там откуда-то доставать, то, пожалуйста, опять же, присылайте ссылки на облака, где эта музыка находится. Будем ее транслировать. Если вы владеете голосом, у вас есть желание и возможность что-либо начитывать, озвучивать какие-то статьи, опять же, пожалуйста, приходите, присылайте свои начитки. Можем даже подбрасывать текст. Если вы редактурой занимаетесь, готовы писать, пишите, пожалуйста, тоже присылайте. Радио, оно не только объединяющее, оно еще и развивающее. Ведь всегда намного полезнее и интереснее быть не просто слушателем, а быть еще и творцом. Понимаю, что жизнь такая штука интересная, завернутая. Иногда не хватает времени там даже поспать, поесть, как некоторые говорят. А тут еще предложения такие. Но, опять же, кроме вас, никто другой за вас развиваться не будет. Если вы сами не развиваетесь, никто за вас не разовьется. Поэтому в ваших руках, ваше будущее, развивайтесь. Участвуйте в создании радио. Притом вы будете сами развиваться, будете становиться, может быть, даже и мудрее. И, может быть, даже пройдете тот путь, который вам надо пройти. Ну что ж, на 7 я с вами прощаюсь. С вами было Народное Славянское Радио. Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся.